Поможем всем миром. КАМАЗ-гуманитарным грузом отправился из Ненецкого округа на Донбасс. На борту машины более 10 тонн продуктов, одежды, медикаментов и канцелярских товаров, которые жители округа собирали на протяжении 7 месяцев. Грузовику предстоит проехать более 4000 километров, чтобы доставить груз до Донецка. Инициатива поддержать жителей Донбасса принадлежит общественной организации «Пустозерские казаки». Активисты договорились с администрацией посёлка Искателей предоставить помещение для сбора гуманитарной помощи. Так была запущена акция «Поможем всем миром». Несут детское питание, средства гигиены, зубные пасты, мыло, медикаменты. Крупы, продукты, консервы, сладости. Крупы, консервы, чай, детское питание, одежда, медикаменты и канцелярские предметы. Постепенно места в здании старой администрации стало не хватать. Организаторы перевезли собранные вещи в просторный ангар. Там волонтёры могли уже свободно передвигаться и упаковывать коробки. В последнюю неделю перед отправкой организаторы акции докупили 40 тысяч тетрадей к новому учебному году. Их загрузят уже в Москве. Откликнулись, очень многие организации помогли. Также отдельно хочется поблагодарить владельца корабля Климова, Константина, который предоставил корабль для отплытия. Уководители МЧС за то, что предоставили автомобиль. И все организации, и всех жителей округа за помощь, оказанную с болью и отправки гуманитарного груза. Перед отправкой КАМАЗа глава Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Яков благословил сопровождающих груз до границы. Водителю и сотруднику МЧС предстоит довести гуманитарную помощь до Донецка. Я думаю, что с Божьей помощью этот путь будет благополучным, хотя и трудным, потому что каждое доброе дело совершается с трудом. Это закон непреложный. Но добро всегда побеждает зло. И добро должно быть сильным. КАМАЗ с гуманитарной помощью от жителей округа доставит груз на Донбасс в составе колонны МЧС. По данным агентства РИА Новости, с августа 2014 года в Донецк и Луганск были отправлены 36 колонн МЧС. Они доставили жителям региона в более 44 тысяч тонн гуманитарной помощи.